День медицинской сестры традиционно отмечается в нашей стране 12 мая, как праздник тех, кто посвятил себя благородному делу, сохранение жизни и здоровья людей. Наши корреспонденты побывали в Славянской центральной больнице и пообщались с представительницами одной из самых благородных профессий. В медицину приходят по призванию, уверена Елена Нос. Она работает старшей медицинской сестрой терапевтического отделения центральной районной больницы почти 30 лет. Для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и отработанными навыками, необходимо душевная щедрость, чуткость и благородство. Елена Нос с гордостью говорит о том, что свою жизнь она посвятила одной из самых гуманных профессий. У нас был предмет профориентации. Несколько девочек нас выбрало в Петровскую участковую больницу, где мы ходили, знакомились. С работы медицинских сестер в принципе смотрели, что такое больница, что такое прием больных. И там в те годы, это были 80-е годы, была старшей медицинской сестрой Щука Карина Васильевна. Безумной красоты женщина, всегда красивый накрахмаленный колпак, свежий халат, отношение к сотрудникам, к пациентам, между коллегами. Но всегда оно вызывало уважение. И я приняла решение, что хочу быть медицинской сестрой. Случайных людей в медицине не бывает, уверена Елена. Чтобы помогать людям, нужно обладать особыми качествами, хранить верность избранной дороге. Специфика работы в терапии особенная. У нас очень много тяжелых больных, хронических больных, людей пожилого и старого возраста. И умение всего коллектива сплотиться вокруг них, правильно оказывать им помощь, это многого стоит. Скажу так, кто не выдерживает, кто не наш, не терапевтический. Значит, месяц, два, полгода, максимум год. И люди уходят. Намеренно работать в терапии наша героиня не собиралась. Воля судьбы, говорит Елена, привела ее именно в это отделение. О чем она ничуть не жалеет. Хотелось мне работать во взрослом отделении и что-то ближе к хирургии. Я просто ошиблась с корпусами. Здесь было два корпуса, терапевтический и рядом соседний хирургический. Судьба, случай, я не знаю, но на моем пути по лестнице поднималась старшая медсестра терапевтического отделения Краснова Людмила Федосеевна. Спросила, на работу что ли? Я говорю, да, на работу. Нам очень нужны сестры. И вот с тех пор, это 31 год, только терапии, 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 терапии. Елена Нос – это пример преданности выбранной профессии. И таких медсестер в районах здравоохранения много. Многие из них были приглашены на торжественный прием главы района в честь праздника. Все они, без сомнения, достойные представители своей профессии. За плечами не один год практики и опыта. В адрес собравшихся звучали самые добрые, искренние слова и пожелания. Я хочу сказать спасибо за то, что доктор, наверное, он назначил, посмотрел, а дальше уже выздоровление и все процедуры, они связаны непосредственно с вашим трудом. Поэтому от вашей легкой руки, наверное, от вашего понимания, от вашего настроения, от умения человека поддержать. И происходит то чудо, когда человек выздоровеет. Совершенно другое настроение, когда ты болеешь, и когда ты не болеешь, радуешься жизни и все продолжается. Поэтому вам за это все спасибо. Завершился торжественный прием вручением благодарственных писем, цветов и памятных подарков, которые будут напоминать о приятном моменте в их жизни. Такие светлые люди – врачи с большой буквы – работают в Славянском здравоохранении, где по-прежнему в приоритете профессиональное мастерство и любовь к людям.